К сведению мужей. Научная статья. По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов. Самый обычный и употребительный – это старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно-жгущий взор, провожание, понимание друг друга без слов, просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня терпит около себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж. Чичизбей, не зевай! Барыня фатально падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет двадцати шести-тридцати пяти. Он лёгок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров. Способ кузенов. Тут измена бывает непреднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно, сама собою, как-нибудь на даче или в карете, а нечаянно, сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи. Способ по теории нищей братьи просите и дастся вам. Не справляясь, нравитесь вы ей или нет, вы с первого же обцуга начинаете приставать к ней как банный лист, как репейник. Вы не отходите от нее ни на один шаг, и в этом отношении соперничаете с ее тенью. Она от вас, вы за ней. Комплименты, любезности, объяснения в любви – ваша речь. Вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться. Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но, тем не менее, вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке. Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять. Как исты нищие, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза. Вам, наконец, грубо отказывают от дома, но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас – в театре, на скачках, в собрании. «Подайте милостыньку», – умоляют ее ваши глаза и так далее. Проходит полгода, год, и скала трогается. В конце концов, к вам или привыкают, или же подают вам милостыню для того только, чтобы отвязаться. Главное, нужно помнить, что «аква кават лапидем нон ви се цепе кадендам». Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы на удачу, на пролом. И если не вылетите из окна третьего этажа или не сломаете шеи, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов. Способ а-ля граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из ста случаев не удаются только пять, да и то по независящим от редакции обстоятельствам. Способ тонкий. Самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней, возможно, реже, мельком. Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка. Причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж. Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре. А как поживает ваша супруга? Спрашиваете вы его, между прочим, милейшая женщина. Ужасно она мне нравится, то есть черт знает как нравится. Хм, чем же это она вам так понравилась? Спрашивает довольный супруг. И вы еще спрашиваете? Прелестнейшее поэтическое создание. Впрочем, вы, мужья-прозаики, не понимаете. Поймите, что это идеальная женщина. Я радуюсь за вас. Таких-то именно в наше время и нужно женщин. Именно таких. Красавица, полная жизни и правды. Искренняя и в то же время загадочная. Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно всем пылом и прочее. Супруг, в тот же день, ложа спать, не утерпит, чтобы не сказать жене. Видал я Петра Ивановича, ужасно тебя расхваливал. И красавица ты загадочная. И будь то любить ты способна как-то особенно. Стрекороба наговорил. Ха-ха. Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом. — Кстати, милый мой, — говорите вы ему. Заезжал ко мне вчера один художник. Получил он от какого-то князя заказ написать за две тысячи рублей головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене. Да постеснялся. А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка. Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает. Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо? После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем, нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены. — Что ты вглядываешься? — спрашивает она. — Да тот чудак Петр Иванович нашел, что будь то у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей. Жена опять к зеркалу. — Видал в театре Петра Ивановича, — говорит муж после восьмой или девятой встречи. Просит извинения, что не может заехать к тебе некогда. Чудак ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу. Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, наружностью, с таким развитием и умением чувствовать, грешно жить дома. Ха-ха! Далась ты ему! Небудь, говорит, я занят, отбил бы я у вас ее. Ну что ж, говорю, отбивайте. Вы, говорит, не понимаете ее. Ее понять нужно. Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода. Ха-ха! Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы запел. И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее, и только вам может она рассказать многое, очень многое. Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз. Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене. Встретил я сейчас Петра Ивановича, скучный такой, жалуется, что тоска одолела. С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по Эннскому бульвару гуляю. Чудак! Жена вся в жару. Ей страстно хотелось бы пойти на Эннский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее, и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним. Скажи ему слово два утешения. Быть может, он перестал бы страдать. Но это дико. Невозможно, думает она. Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу. Пойду, решает она. План у нее уже готов. До бульвара на извозчике. На бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно. Но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он. Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам. Вы идете к ней. Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания, и кролик беззаветно падает в пасть удава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!